Это книги, которые серьезно не принимал никто. Все-таки какой-то талант к религиозности у евреев был. Проблема только в том, что это была человеческая, мистическая религиозность. В средние века она расцветет пышным цветом. Но начиналась она уже в тот так называемый межзаветный период. Вот когда пророки умолкли, зазвучали самые разнообразные голоса. Обычно околорелигиозного свойства. Сколько вот этих псевдоэпиграфов никто не знает. Кто такой Енох? Где в Библии написано про Еноха? Бытие. В каком месте? Чем он прославился? Где он вознесся, Бог его взял? Да. Не увидел смерти. Совершенно верно, не увидел смерти. И вот в межзаветный период вдруг появляется, например, книга Еноха. Что здесь такое? Что мы имеем? С чем мы имеем дело? Мы имеем дело на самом деле с желанием человека восполнить все то, о чем Бог не сказал. Слушайте, Енох не увидел смерти. А вот его книга. Вот вам подробности. В новозаветные времена это будет еще интереснее. Помните, что про Иисуса сказано в его младенчестве, в его очень раннем детстве. Потом есть эпизод 12-летнего возраста. Иисус в 12-летнем возрасте, когда он приходит в храм Иерусалимский с родителями на поклонение. А потом мы встречаем его, когда он выходит, приходит к Иордану, где Иоанн Креститель совершает свое служение. Иоанн на него смотрит и говорит, вот агнец Божий, берущий на себя грех мира. Это уже Иисусу, в общем-то, лет 30. А два периода. Детство и юность. Значит, с одного, может быть, года или с двух, с одного до 12 лет, про которые практически ничего не сказано. И с 12 до 30. Сказано, что он только возрастал в любви у Бога и людей. Что Мария сохраняла слова сии в сердце, вот после эпизода в храме и так далее. А где был Иисус в это время? Рождается огромное количество литературы. Ну, например, оказывается, что в промежуток с 12 до 30 лет Иисус побывал в Индии и учился у йогов. Вот. И эти взгляды, эти воззрения можно увидеть и сегодня. И на самом деле, вот это, я не случайно так расположил материал, что это сразу после цитаты из книги-притчи. Вот, когда вам говорят о том, что Иисус был в Индии и учился у йогов. Понятно, что, в общем, большое желание на это не отвечать. Потому что в Библии об этом ничего нет. Потому что, ну, это явно такие домысленные вещи. Но вот эти домыслы становятся сенсацией. И хочется людям докопаться до того, что Бог не открыл. И огромное пространство для лжи из-за этого создается. Получается, вот поэтому приходится на все это отвечать. То же самое происходит и здесь. Успение Моисея. И, кстати говоря, помните, мы с вами читали Иуду. Из посланника Иуды я вам сказал о том, что послание Иуды цитируют из псевдоэпиграфа. Вот это как раз тот самый случай. С посланием Иуды мы разберемся несколько позже. Почему она так цитирует. И там все достаточно прозрачно. Но вот эта книга одна из тех многих книг, которые появляются в межзаветный период. Эти книги цитируются другими авторами. Но никогда не используется эта формула. Так говорит Писание. Так говорит Господь. То есть эти книги воспринимаются как некая религиозная традиция. И, как я уже сказал, эти книги охватывают то, что человеку, вообще говоря, не очень известно. Апокалиптика, видение, описание царства Мессии. То есть, с одной стороны, это попытка домыслить то, чего Бог не сказал. А с другой стороны, попытка заглянуть вперед в то, что очень хочется увидеть. На самом деле, с этими книгами очень легко. Ни в те древние времена, ни сегодня никто не претендует, что эта книга должна быть в каноне. У евреев этот вопрос закрыт. У христиан этот вопрос закрыт. Может быть, интересное чтение, если захочется что-нибудь такое изощренное, религиозное почитать. Книги эти можно найти. Они издавались. В интернете вы легко найдете. А, уверяю вас, особого назидания вот этого не получите. Это некая межзаветная литература межзаветного периода. В Новом Завете тут немножко сложнее. Опять-таки, из этих тенденций, последних, о которых я говорил. С ветхозаветским заветом все достаточно просто. А вот с чем непросто? Вот то, что мы называем апокрифы, второканонические книги. И тут мне нужно вам рассказать некую историю. О том, что происходило в канонизации священного писания. И в списках священного писания. Представьте себе такую вещь. Вот карта Иудея, Палестина, там где сейчас находится Израиль. И Египет, Александрия. Большое число евреев оказались в Египте. Во II веке до Рождества Христова возникла очень серьезная проблема. Многие из иудеев, живших в Александрии, в Египте, разучились говорить на своем языке. Они забыли еврит. Они никогда толком не знали армейского языка. И священное писание стало для них недоступным. И вот по этой причине для этих людей делается греческий перевод еврейского текста, священного писания. Перевод, называемый словом «септуагинта». «Септуагинта». От греческого слова «септуагинта 70». Перевод 70, или точнее по сказаниям, 72 толковников. А толковники – это переводчики. По легенде 70, или 72 человека, которым было поручено перевести ветхозаветный текст «Танах» на греческий язык с еврейского, каждый из них работал отдельно. И каждый из них перевел весь «Танах» целиком. А потом они все собрались и увидели, что все 72 человека сделали один и тот же перевод. Очевидно, что это легенда. Но здесь видите опять-таки идея о богодухновенности перевода, о которой мы говорили с вами несколько раньше. Очевидно, это легенда. Скорее всего, этот перевод делался большой группой людей. И нам известно, что на протяжении многих лет эта работа шла. В результате действительно получился перевод писания, который называется «Септуагинта». Так вот, в «Септуагинте» были дополнительные книги. В греческий перевод вошли дополнительные книги. И потом эти книги добавлялись в греческий перевод. Книги, которых в палестинском каноне не было. Почему они попали в «Септуагинту»? Это большая тайна. Дело в том, что у нас есть рукописи греческие, у нас есть рукописи иудейские, еврейские, из Палестины и из Александрии. Получается, что в Палестине был малый канон, без так называемых апокрифов. А в Александрии, даже в еврейских рукописях, которые там существовали, был большой канон. Канон, включавший в себя апокрифы. Существовало, по крайней мере, два канона до официального принятия. Помните, я говорил, что до официального принятия канон уже существовал? Я не совсем точно сказал. Существовало, по крайней мере, два канона. Был Александрийский канон, большой. Был Палестинский канон, малый. С Александрийского канона был сделан септуагинто, греческий перевод Ветхого Завета, содержащий в частности апокрифы. А дальше происходит следующая вещь историческая. Иудеи, решая вопрос о канонизации, придерживаются именно малого, палестинского канона. Как вы думаете, с каким отношением воспринимает ортодоксальный иудей все то, что происходит из Египта? Египет ассоциируется с чем? Рабством, пленом. Значит, книги, которые в египетских рукописях, они подозрительны по своему определению. Но и более того, богословские, там есть серьезные достаточно проблемы. И палестинский канон эти апокрифы никогда так и не принял. Иудеи официально читают Танах без апокрифов. Эти апокрифы оказываются отвергнутыми иудейскими, отвергнутыми иудаизмом. То есть, для иудаизма апокрифы практически не существует. А в христианстве происходит следующая вещь. Восточное христианство, православие в частности, очень сильно завязано именно на греческую культуру. И септуагинта имеет большое значение, играет очень важную роль в становлении русского текста Библии. И апокрифы попадают изначально в русский текст Библии наравне с другими книгами. Ну, потому что греческий важен здесь, а септуагинта была греческим переводом, сделанным в Египте. Но греческим переводится с греческого и, соответственно, в русскую Библию апокрифы попадают. Это на Востоке, это то, что нам ближе. На Западе в древности есть разногласия по поводу того, включать апокрифы или нет. А сначала католическая церковь включает апокрифы просто для общего развития, как книги, которые тоже некоторыми признаются. Но потом начинается реформация, через много веков уже начинается реформация. И реформаторы, в частности, говорят о том, что, смотрите, апокрифы содержат учения, противоречащие богословию других частей Библии. Например, молитву за мертвых. И реформаторы говорят также, что даже иудеи не принимают апокрифы. И нам следует относиться к ним с подозрительностью. Интересно, что Лютер в своих изданиях Библии апокрифы печатал, включал. То есть, в немецкий перевод апокрифы включил. Но апокрифы у него напечатаны в конце библейского текста. В самом конце, уже после всех остальных книг. Вот. В ответ на это, в 1545-1646 году католическая церковь проводит совет. Такой тридентский совет. Мы увидим это на слайдах еще позже. Который принимает апокрифы и подтверждает их истинность. В общем-то, в пику реформации. Реформаторы отвергают, а мы, собственно, давайте их примем. Вот это книги, по поводу которых разгораются очень и очень серьезные споры. Ну, о чем, собственно, спор? Кто из вас читал эти книги? Это не все сейчас. Не все, да? Вот это книги, которые в православных изданиях Библии. Я просто взял здесь терминологию всю по синодальному изданию Библии. У них же различные. То есть у католиков побольше, а у православных поменьше, да? Не совсем. Сейчас объясню. Значит, вот эта первая страница. И потом уже, после пророков, еще несколько книг, главным образом, исторических книг. Ну, вы возьмите Библию, и я это не буду спрашивать на экзамене. Вот. Так называемые второканонические книги по синодальной Библии. Значит, по поводу разницы между католиками и православными, тут вопрос разделения книг. Дело вот в чем. Если вы возьмете, допустим, православное издание Библии, в книге Даниила вы увидите еще две главы, две отдельные истории. Это не отдельная книга, а глава в книге Даниила. Если их выделять отдельной книгой, получается несколько побольше. Дальше вы видели здесь, сейчас, где у нас это было, на предыдущем слайде, сейчас, послание Иеремии. Вот это послание Иеремии иногда группируется с плачем Иеремии. То есть, тоже вопрос о том, как мы разделяем эти книги. Вот. Здесь я в данном случае именно на православное издание, на синодальное издание Библии ориентируюсь. в количестве апокрифов. Споры по поводу апокрифов идут уже довольно давно. И в ближайшее время, наверное, они не прекратятся. На самом деле, я бы вам советовал эти книги прочитать, познакомиться с ними, потому что, в частности, вы увидите все-таки их отличия от общепринятых библейских книг. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Хотел бы сначала посмотреть вместе с вами на некоторые аргументы, которые используются в поддержку апокрифа. Почему они все-таки могут быть включены в Библию. Значит, я не согласен с этими аргументами лично, но эти аргументы вы можете услышать. Первое. Новый Завет повторяет некоторые мысли апокрифов, и даже ссылается на них. Ну и что? Новый Завет цитирует дословно греческих поэтов. По крайней мере, три раза. Павел в Афинах цитирует греческих поэтов. Он же это делает в послании к Титу, говоря о Крите, о жителях Крита. Это не значит, что на этом основании греческие поэты включаются в Новый Завет. Много чего цитирует Новый Завет. Но при этом Новый Завет ни разу не использует формулы «так говорит Писание» применительно к апокрифам. То есть да, он их цитирует, но на это можно ответить, что мало ли что цитирует Новый Завет. Второй аргумент, который используется часто, Новый Завет цитирует главным образом из септуагинты, то есть из греческого перевода Ветхого Завета. То есть цитаты Ветхого Завета в Новый попали через греческий перевод, поскольку Новый Завет написан на греческом языке. Там идут и греческие ветхозаветные цитаты. И дальше мы рассуждаем, ага, Новый Завет цитирует и септуагинты, а в септуагинте апокрифы были, значит, авторам Нового Завета были апокрифы уже знакомы. Логическая ошибка здесь вот где. Самые ранние рукописи септуагинта, которые до нас дошли, самые ранние фрагментарные рукописи, относятся к 4-5 веку нашей эры. Рукописи более ранних у нас нет. Вот на основе того, что Новый Завет цитирует и септуагинты, мы не можем утверждать, что в рукописях септуагинты, имевшихся в распоряжении авторов Нового Завета, были апокрифы. Может быть, были, может быть, нет. Но на 100% утверждать здесь мы не имеем основания. Следующее утверждение забавно на самом деле. Некоторые отцы церкви цитировали апокрифы и даже использовали их в поклонении. Ну что? А некоторые даже не цитировали и выступали против апокрифов. Вот ссылки на отцов церкви характерны для богословия, которое принимает свято-отеческое предание как авторитет. Если отцы это делали, если отцы так цитировали, значит, это правда. Но с отцами постоянно такая штука. Понимаете, если вы захотите доказать свою точку зрения, вот можно найти отца, который скажет то, что вам нужно. Потому что среди отцов церкви существовали разные мнения. Среди отцов церкви существовали разные воззрения. Некоторые цитировали и принимали. Другие не цитировали и не принимали. И что дальше? Опять некоторые отцы церкви принимали все апокрифы как канонические книги. И вам примеры людей, которые это делали. Ириней, Тертулиан, Климент, Александрийский. Обратите внимание, что Александрийский, то есть, собственно говоря, по рождению оттуда, из Египта. Другие не принимали. Например, Афанасий. Понимаете? На отцов, которые делали одно, всегда можно найти отцов, которые делали другое. А вот, скажем так, вопрос о том, правда это или нет, логически и практически не решается аргументом, что некоторые полагают, что это правда. Ну, другие не полагают. Это взывание к авторитетам. Но в данном случае авторитеты разнятся. Вот как раз сложность ситуации с апокрифами заключается именно в этом разнении, если хотите, авторитетов. Сцены из апокрифов изображены в катакомбах ранних христиан. Следовательно, апокрифы использовались в богослужебной практике ранних христиан, раз там были сцены из апокрифов. Понимаете, что многие не умели читать. Поэтому картинки были живым Евангелием. То есть, через эти картинки, через эти изображенные сцены, из апокрифов, в частности, вот люди узнавали библейские сюжеты. Ну, во-первых, в этих самых катакомбах много чего изображалось. И совершенно не обязательно все библейское. Это как сегодня у нас есть священное писание, есть христианская литература. И на основании того, что в доме на одной и той же полке стоит Библия и книги из серии «Осоставленные», мы не можем заключить, что эти книги имеют равный авторитет. Возможно, они читали. Скорее всего, да, они знали. Говорить окончательно сложно. Но и опровергнуть сложно. Понимаете, в чем штука? Апокрифы содержатся в древнейших греческих списках. Да, верно. Но эти древнейшие греческие списки сами по себе датированы 4-5 веками. Раньше нет. Сирийская церковь принимала их уже в 4 веке. А вот тут интересно. В более ранние, значит, она принимала их в 4 веке, но от сирийской церкви остались и более ранние рукописи, в которых апокрифов нет. В сирийский перевод, да, апокрифов там нет. Почему? Не знаю. То ли они приняли эти апокрифы в 4-5 веке, а до этого не принимали. То ли и раньше принимали, но почему-то таких рукописей не сохранилось. То есть, неоднозначность, сложность ситуации с апокрифами, а это самое сложное из всего, что есть по ветхозаветной коммунизации. Сложность ситуации заключается в том, что если до этого могли сказать однозначно, то здесь ситуация наша очень неоднозначна. Если вы думали, что это все в поддержку апокрифов, да нет. Церковные советы в Гиппонии в 393 год и Карфагене в 397 год признали их частью канона. Хорошо. Они, конечно, признали. Но две вещи. Во-первых, на церковных советах в 393 и 397 году самым главным лицом был очень талантливый богослов и великолепный оратор Августин Блаженный. А в 393 он просто участвовал, но не мог Августин просто участвовать. Он, скажем так, активно участвовал. В 397 он председательствовал. Вот Августин Блаженный апокрифы действительно принимал. И принимал активно. А его современник, человек, которого зовут Иероним, и тоже Блаженный, между прочим, Иероним, который занимался в частности переводом Ветхого Завета и Нового Завета на латинский язык, написал тот перевод Библии, который потом получил название Вульгата, столь же яростно апокрифы отвергал. И вот дальше начинается весело, потому что сторонники апокрифов говорят, смотрите, на нашей стороне Августин. Противники говорят, на нашей стороне Иероним. А Иероним, друзья мои, в лингвистике разбирался гораздо больше, более Августина. И спор сводится на то, кто был лучшим лингвистом, Иероним или Августин. Вот, когда начинаешь все это читать, начинаешь вдумываться, вот именно к этому и приходишь. Вот начинается спор о личностях. Августин принимал, поддерживал, Иероним нет. Апокрифы признаются православной церковью. Ну, это католически немножко по-другому, но православная их признает. Да, православные церкви они признаются, но православная церковь признает авторитет Писания и авторитет предания наравне. То есть, Писание передано и сохранено церковью. Писание – это часть церковного предания. Они неразделимы. Кроме апокрифов, много чего принимает православная церковь. Католическая церковь признала их каноничность на Триденском совете, 1546 год. Признала, надо сказать, через много веков после тех первых соборов и признала явно в пику реформации, в пику реформации, которая эти апокрифы отвергала. Вот реформаторы поставили вопрос о том, что принимать или не принимать, католики сказали, да, мы принимаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok